Форумы гражданских инициатив «Сильное, здоровое, чистое» проходят в муниципалитетах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Организатором «Таги-встреч» выступила Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона. К этому событию член Общественной палаты Подмосковья провел проверку медицинских учреждений округа. Сколько мы терапевтов ищем? Неукомплектованность сколько? Ну, у нас неукомплектованность процентов 40. Маршрут участники инспекции, а в их число вошли представители Общественной палаты городского округа Мытища, администрации и Министерство здравоохранения, был составлен на основании обращений жителей. Начали со второй поликлиники. Осмотрели входную группу, пообщались с персоналом и попробовали записаться на прием к специалистам. А самое важное – удалось поговорить с пациентами. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то сложности? Может быть, лекарства вам врач не выписывает? Я имею в виду, может быть, у вас есть каких-то заболеваний или инвалидностей? Ну, а у меня, да, он инвалидность выписывает, все таблеточки. Но мне не нравится, я неграмотная. Вот сегодня через вот этот губернаторский телефон, полцентра, я не могла. Ну, не понимаю я. У нас очень хорошие врачи. И главврач хорошая, такая чувствительная женщина. К ней несколько раз обращались. Евгений Мартынов, член общественной палаты Московской области, проинспектировав вторую поликлинику, отметил, что главная проблема многих медицинских учреждений – это нехватка специалистов. Взрослая поликлиника Матросова, 13, где мы увидели, что по первичному звену у нас нехватка порядка 50% терапевтов, то есть мы ищем больше, чем 15 терапевтов, мы ищем, то есть 50% укомплектованности. Комиссия посетила медицинские учреждения на Олимпийском проспекте и улице Силикатной. В ходе объезда пообщались с врачами и средним медицинским персоналом, проверили наличие медикаментов, размещение информационных стендов, эффективность распределения пациента потока, а также другие критерии на предмет соответствия нормам и требованиям. Мы встретили здесь проблему в детских поликлиниках по поводу того, что не выписывают льготное лекарственное обеспечение, которое положено деткам от нуля до трех и многодетным от нуля до шести. В ближайшее время на эту тему будут размещены информационные плакаты Минздрава Московской области. Также, соответственно, мы всем жителям, с которыми мы сегодня пообщались, рассказывали про наличие кабинета справка в один шаг. Жители очень положительно относятся к тому, что такие кабинеты появились. Они экономят время не только жителей, но и позволяют педиатрам больше времени уделять на прием пациентов. Также обращаем внимание жителей на кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться в случае острой ситуации и попасть без талона на консультацию к узкому специалисту. Главная цель инспекции – выяснить, насколько политика губернатора применяется на территориях муниципальных образований региона. Задача – повысить качество здравоохранения. Вот эти важные моменты, которые имеют с одной стороны прикладной характер, а с другой стороны являются определенным навигатором для людей, для пациентов. Потому что пациенты немножко в информационном вакууме. И наша задача, задача общественной палаты и задача форумов – это не только выработать правильное решение, оформить резолюцию, направить ее в профильные органы исполнительной власти, потом вернуться на территорию, проверить, выполнены ли наши рекомендации. Ну и, безусловно, повысить вовлеченность и информировать граждан. Результаты инспекции, проведенной по медицинским учреждениям городского округа Матищи, будут озвучены на форуме гражданских инициатив «Сильное, здоровое, чистое», который пройдет в нашем округе 26 апреля. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова